хорошки ребятки с вами лекс сегодня я играю майнкрафт как и обычно принципе сейчас хочу сразу же сделать хотя бы первого голема что из этого получится я не знаю но перед этим мы поедим моркови чтобы восстановить наши жизненные силы так что нам нужно все элементы которые нужны готовы нужно каждого по одному у каждого по 4 то есть по 4 элемент получается выкидываем давайте в принципе нам не одет очки должен видеть раз два три четыре готова раз два три четыре есть раз два три четыре мотус есть все теперь берем кирпичный блок которого я не вижу уж у меня его нету вот он все отлично выкидываем кирпичный блок и вы получили первого голема прошлый раз у нас не получилось нифига сейчас получилось внутри сколько у нас мусора осталось я вот не знаю что с этим будет сожалению но я надеюсь что ничего плохого с этим не случится ну как бы случится плохое но надеюсь что что не очень сильно потому что много плохого виса плохой магии сюда проникнет то есть порча появится но ничего ничего пока что вот у нас кирпичный голем есть давайте попробуем его как-то поставить я не знаю я даже не знаю как это все делается если честно вот и опять и опять где где паук а вот ну что вот вы где ребятки я-то думаю и вон отсюда ну блин вот никак не с ними справляться если не это еще стекло стеклопакет бы так почему-то упали дубовые доски страны 1 2 3 4 5 и 6 теперь чем мы делаем давайте попробуем поставить кирпичного голема и посмотрим что что же он себя представляет вот такой вот маленький кирпичный голем восстанавливается сам по себе но как его обратно если его убил он просто умрет но действительно просто умер то есть нам надо еще одного делать и вот я вот не понимаю в чем соль что нужно делать чтобы он у нас добывал я просто этого уже совсем не помню давайте может книжки у нас написано что нужно делать так голем и среди сердца могут быть поставлены просто так они ищут полностью вырешенную пшеницу тростника другие культуры небольшом радости срезает их срезанных просто падают земля не должен быть это дону к счастью они недостаточно умны чтобы засаживать культуры которые они собрали но вы наверняка сможете это и ставить конечно сможем то есть вы меня поняли да то что у нас не будет хватать еще одного еще одной фигни так смотрите внимательно если вы хотите чтобы он работал с инвентарями то просто используйте его на стороне с которой он должен работать большинство големов могут работать радиусе 16 блоков все понятно первый голем которого можно сделать голема сена он очень слабые хилы но очень легкий и быстрый вот такие вот дела ребята очень легкий и быстрый скорость быстрой в принципе все эти такие же элементы то кроме кирпича мы должны вместо кирпича ставить такую ерунду давайте посмотрим что за колокольчик все таки нам надо сделать можно сделать вот крутой колокольчик или мы плохо понимать вербали команды но этот колокольчик поможет вам чтобы выбрать голем и просто жмите пкм по нему после этого на нем появится светящийся круг показывающий его место и сторону с которого работа вы можете провязать голема к блоку месту или инвентарю которым он должен работать если нажать на выбранном блоке еще раз то метка будет с него снят все понятно в общем без колокольчика мы с вами ничего не сможем сделать нам нужен кварц и палочка все и всего-то кварц теперь да самое сложное кварц где у нас есть кварц мне кажется у нас его нигде нету у нас есть кварц ребят у нас есть кварц и дерево дерево у нас есть даже дерево четыре блока кварца или это магический предмет это магический придет. Ладно. Так уж и быть. Подойдем к этому верстаку. Раз. И так. И что там еще? Вот это вот действие. Хрустальный колокольчик. Да. К сожалению, нам надо сейчас опять крафтить еще одного пацана. Кирпичного. Да, наверное, кирпичного. Ну, давайте попробуем кирпичного скрафтить. Так. Ой-ой-ой. Смотри, сколько здесь дерьма. Ой, сколько дерьма. Ой. Сколько мусора там. И это все просто-напросто исчезнет. Да, кстати, надо будет взять один блок. Ладно. Ладно, это потом. А это потом все. Кидаем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Смотрите, сколько мусора. О-о-о. Мы заражаемся. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Все. Еще одно уголь мы получили. Ладно. Пройдется потом как-то от этого избавляться, наверное. Ну, мы справимся, я думаю, с вами. Так. Ставим голема. Голем у нас будет стоять вот. 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 Вот тут. Эй, извини, брат. Ага. То есть, этот голем будет привязан к этой местности, да? Да. Берем ядро. И я вставляю просто-напросто в него ядро. Смотрите, что он делает у нас. Это все прикольно, конечно, но смотрите, он нас нифига не собирает. То есть, вы понимаете, да, о чем я? Здесь надо поставить сундук. Я надеюсь, это ничего не исчезнет, потому что это очень важно. А давайте попробуем собрать все то, что он наломал. По крайней мере, то, что может у нас собраться. Так, только не говорите, что это максимальная его площадь, да? Это максимальная его площадь. Блин, это очень мало, ребят, очень мало. Давайте картошку соберем. И вот, в общем-то, что я говорю. Так, нам надо, короче, делать еще одного голема, который будет сажать. Либо там можно будет потом в дальнейшем, как я помню, поставить два ядра одного голема. Но я не знаю, как все это делается. Видите, в чем проблема? Если вы знаете, пишите мне в комментариях. Я буду очень благодарен вам. Вашей помощи. Так, здесь два мотуса еще осталось. Серьезно, откуда он взялся? Мотус это... Ладно, ладно, не будем обращать внимания, все. Это слишком тяжело для моего понимания. Так, что делаем? Что делаем? Выкладываем всю агрокультурную ерунду вот сюда. Это вот тоже сюда. И это сюда. И вот это сюда. Ого. Так, это все нормально. Что? У нас еще вот картошка. И вроде бы все, да? Вроде бы все, ребят. Давайте почитаем о големах. Ничто нам не может лучше рассказать о големах, как Тауман Микон. Давайте исследуем вот этот ящик. Я не знаю, что он дает. Эй. Я думаю, мы не зайдем. Все отлично. Ого. Как вас тут много. Вот су, спиритус, итер и древеус. Арбор. Все верно. Так, используем тогда спиритус. По спиритусу, наверное, пойдем. Хотя нет. Спиритусу, наверное, самый сложный будет. Давайте посмотрим дерево. Эйр. Херба. Херба. Герба. Герба. Это терра. Что у нас здесь еще есть? Вот так. Вот су, это эйр. То есть, два раза эйр, да, у нас получается? Да, два раза эйр. А через хербу можно выйти на терру. А терра идет уже сюда. Так, значит, да? Значит, мы как делаем? Да, скорее всего, я сделаю так. Это будет выглядеть вот таким вот образом. Раз. Два. Здесь у нас будет такая фигня. Здесь у нас будет уже такая фигня. Какая-то фигня. Ну, в принципе, давайте такую же фигню сделаем. Раз. Ну, зря, зря, конечно. Давайте хербу сюда поставим, в любом случае. И теперь терру. Все, они все связаны. Эти элементы. Осталось только вот эти два элемента для собачьих. Здесь эйр. Ну, то есть, можно опять использовать эту фигню. И эту фигню. Хоп. Хоп. То есть, все через деревья идет у нас. Теперь смотрим, что у нас надо добавить, чтобы мы пришли к одному единому выводу. Хотя, давайте сделаем, наверное, так. Да, сделаем так. Зря я сюда эйр поставил. Вот, вот так вот сделаем таким вот образом. И посмотрим, что у нас нужно для того, чтобы это... Это слишком сложный элемент. А, так у нас через терру она может соединиться. То есть, если виктус мы соединим. Вик... То есть, терра, виктус. И все. И все, в принципе. Вот, терра, терра, виктус, терра, виктус. Тера. И виктус. Так, земля и вода. Не знаю, понимаете вы то, что я делаю или нет. Но все, в принципе, очень просто. Все, мы все соединили. Получаем вот такой свиток. Изучаем. Ходячий сундук. Что это такое? Ваши исследования в области големоведения привели вас к открытию ходячего сундука. Этот сундук будет радостно следовать за вами, дожидаясь загрузки предметов. Ходячий сундук может держать в себе много предметов. Сундук не получает урона от падения и почти не получает от огня. Сундук может следовать за хозяином повсюду, даже через измерения. Если вы хотите, чтобы сундук оставался у него в интерфейсе, есть специальная кнопка. Ходячий сундук медленно восстанавливается все время, но вы его можете покормить для ускорения восстановления. Так, улучшение голема воздуха. Странно. Как и големы, сундук снимается хрустальным колокольчиком. При этом он выбросит все предметы. Это все понятно, это неинтересно. Абсолютно все, что упало рядом с ним. При снятии сундук будет содержать в себе предметы, но предметы выпадут при отделении улучшений. Что? Сундук может быть открыт и снят только его хозяином. Это, блин, короче, ерунда. Этот сундук нам нафиг не нужен. Я вот что понял. Но нам что нужно? Нам нужно узнать немножко о големах. То есть, для того, чтобы скрафтить умного голема, нам нужно скрафтить какое-то изобретение. А это изобретение, скорее всего, как я подозреваю, будет именно вот такая вот фигня. Оно? Нет, не оно. Где оно? О, верстак. Что? Давайте попробую сделать такой верстак. То есть, делаем обычный камень и обычный бичевский элемент. Так, обычный камень, обычный камень мы делаем. О, у меня же есть обычный камень, действительно. Что-то залагало все. Вот он, у меня камень. Я его специально пережаривал. И, кстати, да, элемент забыл. Любой элемент, мне кажется, подойдет, но 22 красных элемента у меня больше красного, поэтому заберем красный. Так, теперь просто слием это сюда и это вот так вот откладываем камень. У нас получается магический камень. Все, магический камень. Чтобы скрафтить из этих магического камня, это магический кирпич. А из магического кирпича мы крафтим. О, черт, ничего. Давайте посмотрим, что мы можем вообще сделать. Магический... Ой-ой-ой. Вот верстак. Это магический камень. Четыре магических камня. А, это не верстак. Это, блин, чушь. Чушь, чушь, чушь. Это просто написано магический камень. Ладно, магический камень скрафтили. Давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше. Камень сдерживая, не я. Так, для чего ты нужен? Пять мотусов давайте сделаем. Может быть, узнаем, для чего он служит. Мотус, и мотус, и мотус. Это вода. Ага. У нас воды-то и нету, ребят. Я не знаю, может, стоит сходить поплавать? Да, давайте в следующей серии, ребят, с вами в сходе поплаваем. Да вот, даже, возможно, сделаю лодку. И мы с вами поизучаем новые, как сказать, узлы. Вот точно. И давайте сейчас просто ляжем спать. И с вами был Лекс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра.